Привет, друзья, сегодня последний день осени и кажется замечательный день, чтобы сделать для вас еще один видео урок. Today we'll talk about two prepositions as and like. Поговорим о двух предлогах, предлоге as и предлоге like, которые, кстати, могут использоваться и как союзы. Начнем с предлога like. Так как это у нас предлог, то после него обязательно должно идти существительное, либо местоимение какое-то, да, допустим. You look like your father. Ты выглядишь, как твой отец. Допустим, when he was the same age. Ты выглядишь, как отец, когда ему было столько же лет. You look like your father. Вот после предлога like идет существительное father. Допустим, либо She is like her mother. She always forgets stuff. Она, как ее мать, всегда что-то забывает. She is like her mother. She always forgets stuff. Она, как ее мать, всегда что-то забывает. Либо даже мы можем использовать местоимение в абсолютной, допустим, форме. Your car is like mine. Твой автомобиль как, то есть, похож на мой, да, то есть, как мой. Your car is like mine. Mine – это у нас притяжательное местоимение в абсолютной форме, да, оно в предложении всегда играет роль существительного. Your car is like mine. Твой автомобиль как мой. Итак, предлог like переводится как как, 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 да, и после него обязательно должно идти существительное. Предлог as также требует после себя использования существительного, но он уже будет использоваться в том случае, если у нас идет речь о профессии, о функции чего-либо, да, то есть, о предназначении чего-либо. То есть, профессия, функция, предназначение. Ну, допустим, вот такой пример, самый такой показательный. I work as an engineer. Я работаю в качестве инженера. Вот в качестве, то есть, я указываю свою функцию, да, и я использую предлог as. I work as an engineer. Я работаю в качестве инженера, как инженер. She works as a biochemist. Она биохимик. She works as a biochemist. Она работает в качестве биохимика. As. Либо мы можем даже вот такое, допустим, you can use it as a tool. Ты можешь использовать это как инструмент. You can use it as a tool. То есть, функции инструмента, в качестве инструмента. Мы здесь не используем предлог like, потому что мы не говорим о том, что это на что-то похоже на инструмент. Мы говорим о том, что у этого предмета функция инструмента. Итак, профессия, функция, предназначение. Тогда мы используем предлог as. You can use it as a tool. Ты можешь использовать это в качестве инструмента. Ну, кстати, вот давайте сравним два одинаковых предложения с разными предлогами. Допустим. Yesterday she was dressed like anon. Да? И yesterday she was dressed as anon. Вроде бы одно и то же предложение. Вчера она была одета как монашка. Да? Либо в качестве монашки. Как раз разница в этом состоит. Если мы используем предлог like. Yesterday she was dressed like anon. Вчера она была одета как монашка. То есть, похоже на монашку. Не обязательно в монашеское одеяние. Просто нам кажется, что это монашеский образ такой. И мы используем предлог like. То есть, похоже на что-то. Предлог like часто переводится как похоже. Да? А если мы будем использовать предлог as. She was dressed as anon. То есть, она была одета в качестве монашки. Тогда уж точно она одета как монашка. Именно полностью образ должен соответствовать. То есть, она была одета и представляла собой монашку. То есть, выполняла ее функции, так скажем. Ну, такой дословный перевод. Я пытаюсь просто привести разницу этих двух предлогов as и like. Идем дальше. Предлог as также может быть не предлогом, точнее, слова as, а может быть союзом. Тогда, если это союз, после него должно идти предаточное предложение. Допустим, самый такой простой пример. Do as I say. Делай, как я говорю. Вот наше предаточное предложение. I say. Do as I say. Делай, как я говорю. То есть, так как используется предаточное предложение, поэтому используем союз as. Допустим, возьмем прошедшее время почти такое же предложение. She did it as I had told her to do it. Она сделала это так, как я ей сказал. She did it as I had told her to do it. Она сделала это так, как я ей сказал. Я во второй части использовал совершенно прошедшее время, так как я ей сказал, как что-то сделать, ранее, чем она это сделала. Такая запутанная вещь. She did it as I had told her to do it. Она это сделала так, как я ей сказал это сделать. Так как это у нас предаточное предложение, мы используем союз уже в данном случае as. Допустим, еще возьмем какой-нибудь пример. Кстати, стандартное вводное предложение часто используется с союзом as. As you know, допустим, как вы знаете. As you know, the best thing to do is this one. Как вы знаете, самое лучшее, что необходимо сделать, это это. As you know, the best way to learn English is studying every day. Как вы знаете, самый лучший способ изучения английского это изучение, ежедневное изучение. Every day is practice. As you know, the best way to learn English is every day's practice. Как вы знаете, самый лучший способ изучения английского это ежедневная практика. Итак, вот наше вводное предложение с союзом as. As you know. Кстати, вы можете заметить в разговорной американской особенной речи использование вместо союза as, союза like. Do like I say. Но на самом деле грамматически неправильно, но часто разговорная речь американская проскакивает. Так что вы можете обратить на это внимание, вдруг вы скажете, а, я слышал такое выражение. Do like I say. Да и вы, как я говорю. Но правильно и говорить do as I say. Like I say это, опять же, американизм такой, который еще и грамматически не совсем-то правильный. И последний случай мы используем предлог as. Опять возвращаемся к предлогам. Когда у нас идет речь о сравнениях. Допустим, as, as. Там вот два раза as. То есть он, допустим, зарабатывает столько же, сколько я. He earns as much as I do. Вот он. Предлог as, as. Две части сравниваются между собой. He earns as much as I do. Он зарабатывает столько же, сколько и я. Либо This car is as big as that one. Этот автомобиль настолько же большой, как и тот. This car is as big as that one. Этот автомобиль настолько же большой, как и тот. Вот мы используем этот предлог as, as для сравнения. Итак, еще раз давайте обобщим все это. Предлог like используется в том случае, если мы говорим что-то сравниваем, что-то на что-то похожее. И после него идет существительное. Предлог as мы используем, когда идет речь о профессии, функции, предназначении. И опять же вместе с существительным используем предлог as. Также союз as используется в том случае, если у нас идет предаточное предложение, то есть подлежащим и сказуемым. As you know, do as I say и так далее. И мы используем для сравнения два предлога as as. As much as, as big as, as nice as, любые. Подобные сравнения мы используем в предлоге as. Вот и все. Простенький урок на сегодня. Задавайте вопросы в комментариях. С удовольствием отвечу. See you later, guys. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!